Здравствуйте! Добро пожаловать на борт! В свой первый, пока еще только пробный рейс, готовится крылатая комета. Из Севастополя в Ялту впервые за последние 30 лет. Капитанская рубка кометы, словно огромный космический корабль. Летательный аппарат, не иначе, только посмотрите. Самое современное оборудование, чтобы пассажирам было максимально комфортно. И это тот самый случай, когда можно посидеть за штурвалом, ведь до отправления остаются считанные минуты. Экипаж готовится к отплытию. Яркая и изящная. Ее секрет в подводных крыльях, что на высокой скорости буквально приподнимают судно. А это уже архивные кадры. Вот он, прадед современной кометы. В 60-х теплоход связывал крупные города полуострова. И вот, спустя десятилетия, регулярное морское сообщение вновь возвращается в Крым. 65 км в час и 120 пассажиров на борту. Из города Героя на южный берег Крыма. Всего за полтора часа. Это быстрее даже, чем на автобусе или автомобиле. Среди первых пассажиров Дмитрий Медведев. По старой морской традиции удар в судовой колокол. И теперь можно в путь. В обход пробок, любуясь крымскими пейзажами. В кресле штурмана Дмитрий Медведев. Курс на Херсонес. Первые впечатления уже на берегу. Достойная замена тем старым кометам, ракетам, которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались. Так что я надеюсь, что оно войдет в серию и будет очень удобным средством передвижения для большого количества наших граждан, которые в Крыму отдыхают и которые отдыхать будут в других местах. В курортный сезон комета будет летать четыре раза в день. Стоимость билета на всю семью тысячи рублей. В следующем году на рейс выйдут еще два скоростных теплохода. Мы совместно с Минпромторгом рассматриваем продолжение программы, которую сейчас мы увидели по комете. Для того, чтобы три дополнительные линии можно было бы обеспечить такими замечательными современными судами. Достраивать и ремонтировать кометы будут в Севастополе. Это одно из условий улучшения инвестиционного климата региона. Особое внимание и к инфраструктурным проектам. К 2019 году будут сданы 36 дошкольных учреждений, 13 школ. Они в значительной мере позволят решить проблему и второй смены в школах, и проблему очередей в детские сады. Мы прекрасно понимаем, как важны они, как их ждут крымчане. И дети, детские сады, и школы, и поликлиники, и культурные центры ждут обновления автобусного и троллейбусного парка. Около 10 новых автобусов и троллейбусов выйдут на улицы Севастополя уже сегодня. Вот они, на площади Нахимова. В планах правительства и поддержка крымского бизнеса. Одно из предложений – повышение доступности кредитов для предпринимателей. Продолжение следует...